Как женщина выбирает мужчину? Хочу, чтобы был богатый, красивый, с елдой по колено, с дорогой тачкой под жопой и еще 100 тысяч требований. А как мужчина выбирает женщину? Если есть пизда и рот, значит под пивко пойдет. Бля, я сейчас помру со смеха. Вот шутки с шутками, а большинство мужчин именно так и делает. Покрутил немножко на своем хуе, убедился, что вареник на месте и все, ему этого хватает. Ребят, ну это же ебануться можно. Как можно так себя не уважать? Как будто ее вареник, блядь, из золота. Но это же не так. Окей, а на что тогда смотреть при выборе девушки? Как не нарваться на Нитакусю, которая весь мозг выебет, да еще и оставит без штанов? Если не хочешь быть оленякой с вот такими рогами, то есть один проверенный способ. Бля, сейчас точно у всех Нитакусь подгорят пердаки, но я скажу как есть. Первое и самое главное, на что нужно смотреть при выборе девушки, это то, насколько она послушная. Любая попытка ебать мне мозг, нахуй, сразу нахуй. И я объясню почему так. 90% девушек в душе не ебут, чего на самом деле хотят мужчины. А я скажу чего. Каждый, абсолютно каждый подсознательно хочет быть самым бабуинистым бабуином в стае. Любой мужчина эволюционно стремится к статусу. Говорят, что мужчины хотят денег, но я открою секрет. Им эти деньги сами по себе нахуй не нужны. Все, что они хотят, это тот статус, который дают эти деньги. То уважение в глазах окружающих, которое они получают. Ты думаешь, я покупаю ламбу, потому что мне нужна ламба? Да мне эта ламба нахуй не въеблась. Я покупаю ламбу, потому что теперь у меня она есть, а у других ее нет. Все это делается ради статуса, чтобы пощекотать свои бабуинские инстинкты. Именно поэтому мы хотим красивых женщин, потому что они повышают наш статус в глазах других бабуинов. А если рядом с тобой красивая, но мозгоебистая девушка, непослушная, то это не помощник, а диверсант в тылу. Она наоборот роняет твой статус. Если вы хотите сделать своего мужчину счастливым, то задайтесь вопросом, как вы можете повысить его статус в глазах окружающих. Не мозгоебствовать, не задрачивать по поводу и без повода, а просто заткнуться, блять, и сделать мне кофе. Это будет в тысячу раз эффективнее для моего статуса. Чтобы в глазах окружающих я был не бабской подстилкой, не ковриком для ног своей хозяйки, а наоборот важным типом, которому преданно служит красивая женщина. Так, дорогая, тут серьезные дяди общаются. Ну-ка сгоняй кофейку нам наивней. Это чисто вопрос уважения и статуса. Есть даже такой тест, когда просишь свою девушку заварить тебе сразу две чашки кофе. Одну пьешь, а вторую оставляешь. Если твоя не такуся реагирует на это нормально, это зеленый свет. Это значит, что она пригодная девушка. Потому что просьба, по сути, бессмысленная. И если девушка ее выполняет, это значит, что она мягкая, уступчивая и готовая следовать за своим мужчиной. А если твоя не такуся от малейшей просьбы рвет волосы на жопе и закатывает истерики, то тебе с ней не по пути. А я напоминаю, что все курсы Android 3 на русском уже доступны в нашем телеграм-канале. Вся база про женщины соблазнения, лучшие способы заработка и философия настоящего мужчины. Все это ты найдешь по ссылке в описании под этим видео. Уже тысячи мужчин изменили свою жизнь благодаря курсам Эндрю Тейта. Присоединяйся и ты к нашему мужскому сообществу. Ссылка в описании. У мужчины, который к чему-то стремится, и так много приключений на жопу. И все это он тянет на своих плечах. Поэтому, когда я прихожу домой, я рассчитываю, что она тоже будет выполнять свою часть сделки. Все честно, я выполняю свою часть сделки, а ты свою. А не так, что я для тебя покоряю мир, забочусь о тебе, вкладываюсь, а ты мне взамен просто писечку. Одной писечки явно мало. Конечно, этому важно соответствовать. Если ты Васечка, который лежит на диване в дырявых носках, у которого из достижений только пивное пузо, то вряд ли тебя вообще кто-то будет слушаться. Но если ты востребованный мужчина, за тобой бегают толпы сучек, у тебя закрыт вопрос по бабкам, ты гоняешь на собственном суперкаре, тогда какие проблемы? А большинство просто за доступ к варенику уже готовы пятки целовать своей богине. А потом удивляются, почему жизнь накрывается пиздой. Блин, ну это неправильно. Меня знаешь, что волнует? Если я буду слишком послушной для своего мужчины, то в какой-то момент он просто перестанет меня уважать и потеряет интерес. Блять, нет, нет, полнейшая хуня. Это абсолютная наебка. Это наебка, которой пытаются подловить современных мужчин. Иногда девушки мне говорят, Эндрю, ты такой богатый, ты такой умный, у тебя все есть. Тебе, наверное, будет скучно с девушкой, которая ведет себя как робот, которая тебя во всем слушается, все выполняет, как ты говоришь. И я такой думаю, сука, как же жаль, что ты не робот. Была бы ты роботом, я бы сейчас не слушал эту хуйню про знаки зодиака, про то, как твоя собачка обосралась, про то, куда вы сходили с подружками в рот берушками. Да насрать мне на твоих подружек, на твою собачку. А как же мой богатый внутренний мир, Эндрю? Вообще не ебет. Дайте мне робота. Каждый мужчина хочет только одно. Робота, послушного робота. Дайте мне четыре жены робота. В паранже, блять. Два кофе, пожалуйста. Вот и все. Понимаешь, это наебка, которую используют непослушные женщины. Пойми, невозможно быть слишком послушной, чрезмерно послушной. Ну как ты себе это представляешь? То есть я живу своей жизнью, кайфую, моя женщина меня слушается, любит, заботится. А я такой, блин, ну ты слишком хорошая, я пойду к другой. Так что ли? Так, блять, не бывает. Вот представь, что я встречаюсь с девушкой, и она говорит, Эндрю, ну ты слишком харизматичный, слишком богатый, слишком красивый, слишком часто возишь мою жопу на ламбе. Поэтому я тебя бросаю и иду к Ваське-алкашу, который зовет бухать пиво на лавочке. Так что ли, блять? Судя по реакции моего мужа, он под впечатлением, потому что к нам на подкаст уже приходили известные личности, в том числе популярные комики, и он ни разу не захлебывался кофем со смеху, как сейчас. Потому что Андрюха очень жизненно стелет. И когда же на подобные бабские психологи критикуют мой взгляд на отношения, они не учитывают один важный момент. Сами женщины хотят слушаться сильного мужчину, потому что нормальную женщину радует делать счастливым успешного мужика. Это в них биологически заложено. То есть такие отношения идеальны не только для мужчины, но и для женщины. А когда женщина натягивает на себя мужскую роль, играет в сильную независимую, строит какую-то там карьеру, это ее же саму дико выматывает. Гораздо интереснее сидеть дома, насасывать хуй любимого мужа по утрам, и радоваться тому, что он покоряет мир, а ты его поддерживаешь. Но если все как ты говоришь, то почему женщины становятся феминистками? Зачем они объединяются, борются за какие-то права и свободы? Это наебка. Очередная наебка для того, чтобы ослабить мужчин. Потому что власть и мужчины очень ссыкливые. Они боятся разъяренной толпы диких бабуинов. И таким образом они удерживают власть. Настраивают черных против белых, республиканцев против демократов, женщин против мужчин и так далее. Все революции во всем мире всегда поднимали мужчины. По сути, что такое революция? Это толпа мужчин, которая вышла на улицу, потому что их что-то заебало. Но сейчас полная тирания, и такого не случается. А не случается потому, что 90% мужчин это подкаблучники. Их просто жена не отпустит. Такая типа, дорогой, до 10 вечера, чтобы был дома. Обратно подкаблучок. Ну а как же дети? Они же дома. Дети, само собой, но большинство мужчин даже дома не могут почувствовать себя королем. Этот бабский мир специально загнал мужчин в рабское положение. Ты и так приходишь с работы заебанной, и вместо поддержки получаешь от жены мозгоебку, потому что она возомнила себя сильной и независимой. И на революцию сил уже не остается. Большинство мужчин находятся в глубокой жопе, куда их сознательно загнали. Продают себя на работе за 3 копейки, дома не имеют никакой власти. В общем, получается невнятная, непонятная, феминизированная хуйня, у которой яйца болтаются чисто ради галочки. И вот эта размазня, естественно, не поведет за собой толпу на баррикады. Он ведь даже женой своей управлять не может. Поэтому самый легкий способ ослабить мужчину, это наделить его женщину правами. Когда римляне захватили Грецию, знаешь, что они сделали в первую очередь? Они сознательно убили все боеспособное мужское население. И то же самое происходит и сейчас. Просто раньше они делали это открыто, а сегодня внушают мужчине, что он должен быть бабой с яйцами. И вся эта поебень убивает мужчину. Сегодня твоя жена феминистка, завтра она идет в гости к другу с ночевкой, а послезавтра ты снимаешь ее с чужого члена. Абсолютная хуйня. Спасибо за просмотр, друг. Кайфуешь с наших переводов Тейта, но хочется большего? Тогда залетай в базу Эндрю Тейта. Это наш закрытый телеграм-канал, где собраны все курсы Тейта, все эксклюзивные видео про женщин, заработок и философию настоящего мужчины. Десятки часов мужской базы, то, что никогда не появится на Ютубе. Свежие обновления каждый день. И все это за копейки. То, что есть на Ютубе, это жалкие крошки. Максимум 10% наших переводов. Уже тысячи мужчин изменили свою жизнь благодаря курсам Эндрю Тейта. Залетай в базу Эндрю Тейта и убедись сам. Ссылка в описании. Продолжение следует...